Некоторые далекие от реальности детали добавляются в фильме специально. Например, взрывчатку действительно можно сделать в домашних условиях, но точно не из продуктов, что лежат в холодильнике. Чтобы не раскрывать настоящий рецепт, режиссеры и сценаристы меняют ингредиенты. Американцы нередко подменяют расположение некоторых стратегических объектов, перенося их в совершенно другие места. Автомобили тоже можно угнать без ключей, но совсем не так, как в фильмах. Впрочем, большинство киношных или игровых штампов добавляются ради красивой картинки и эффектности. И в этом видео я расскажу вам о семи неправильных представлениях об оружии, основанных на играх и фильмах. Боевые молоты намного меньше, чем в играх. Наибольшую популярность этот вид оружия обрел в 15-16 веках, когда распространились элатные доспехи. Они неплохо справлялись с режущими ударами клинков, поэтому требовалось что-то, наносящее другой тип урона. Однако, если в играх боевые молоты обычно представляются как длинные посохи с увесистым наконечником размером с человеческую голову, то в реальности они были даже короче мечей. В противном случае, таким молотом было бы невозможно размахнуться. Да и люди, ведь не гвозди, их не требуется забивать в землю. Чаще всего боевой молот имеет двойной наконечник с тяжелой головкой для оглушения противника или дробления конечностей и заостренную часть, которая могла проникать сквозь стыки в доспехах. Классический молот можно представить как смесь топора, копья и собственно молотка. Достаточно многофункциональная вещь, но требующая большой физической силы для применения. Глушители не такие тихие, как в фильмах и играх. В играх глушители настолько хороши, что ими можно пользоваться буквально в нескольких метрах от противников и те ничего не услышат. После ликвидации цели прыгаешь в густую траву или просто растворяешься в непроглядные ночи. Миссия завершена, так держать. То же самое в фильмах про спецагентов, где они незаметно для окружающих могут устроить перестрелку прямо в центральном рынке, в гостинице или торговом центре. В действительности глушитель нужен прежде всего для того, чтобы защитить уши самого стрелка. Тем более, когда предполагается бой в закрытом помещении. Например, лучшие глушители для дробовика снижают уровень шума со 155 до 132 дБ. Это лучше, чем ничего, но все еще почти так же громко, как удар молотком по столу. С пистолетами дела обстоят лучше, но и такой выстрел услышат на расстоянии в десятки метров. От взрывной волны невозможно убежать. Крутые ребята обожают бежать от взрыва, соревнуюсь скорости с настигающим их огненным шаром. В конце герои успевают прыгнуть на какую-то преграду или свернуть за угол. Иногда им помогает и сама взрывная волна, как бы подбрасывая тело, придавая дополнительный импульс прыжку. Уровень реальности можно сравнить с рокетджампом, когда персонаж из игры стреляет себе под ноги из ракетницы, чтобы подскочить выше. В зависимости от источника, скорость взрывной волны колеблется в пределах двух-трех тысяч метров в секунду, то есть намного быстрее скорости звука, и она всегда опережает само пламя. Когда человек оказывается в радиусе взрыва, для него становится слишком поздно предпринимать какие бы то ни было действия. Неважно, бежали вы заранее или только собираетесь, волна настигнет за доли секунды. Огнемет никогда не использовался в открытом бою. Обычно в играх огнемет выступает в роли ультимативного оружия, хотя на деле оказывается не так уж полезен. Вроде бы выглядит эффективно, но работает как-то криво, да и заряд быстро кончается. Это добавляет хоть немного достоверности, ведь горючей смеси в баллонах и правда не так уж много. Один из самых ярких образов боевого огнеметчика представлен в Battlefield 1. Здоровяк Лука Кокеола закован в железные доспехи. Будто рыцарь из средневековья. В его руках огнемет, способный остановить десятки набегающих врагов. Выглядит круто, но ничего подобного в реальности быть не могло. Огнемет это оружие устрашения, оказывающее скорее психологический эффект. В условиях боя применяется для зачистки уже разбитых траншей или закрытых дотов. Самих же огнеметчиков обычно привозили до нужного места на транспорте, потому что оборудование слишком тяжелое. Ни о каком активном бое с применением огнеметов не может быть и речи. Стрельба по-македонски неприменима в реальном бою. Лучше всех стрельбу по-македонски освоила Лара Крофт, хотя этот прием используется многими персонажами из самых различных игр и фильмов. Матрица, Святые из Бундока, Безлица, Колуф Джуарс и конечно Вульфштейн, где одновременно с двух рук можно стрелять даже из автоматов. Идея очевидна и проста. Если у вас в два раза больше оружия, значит сможете убить вдвое больше плохих парней. К тому же это будет выглядеть довольно стильно. Главная проблема заключается в том, что человек не может фокусировать зрение сразу на двух различных точках. Относительно прицельно получится стрелять только вперед, но точно сильно снизится. Кроме того, существенно возрастает время на перезарядку сразу двух стволов, что ставит под большой вопрос эффективность от возросшей боевой мощи. Цепная булава не использовалась как реальное оружие. Металлический шар с шипами на цепи выглядит внушительно и угрожающе. Мы видели это в фильмах много раз. Почти как боевой молот, но более гибкий вид оружия. Проблема заключается в предполагаемой области применения. Это исключительно дробящее оружие, а значит уступает более многофункциональному молоту. Для освоения цепной булавы потребуется много времени. Это особенный навык, недоступный абсолютному большинству даже профессиональных воинов. Выходит, придется искать еще и особенного специалиста, либо учиться самостоятельно на свой страх и риск, помня, что на кону будет ваша собственная жизнь. Получается какая-то бессмыслица, что и находит отражение в археологических изысканиях. Обнаружена совсем немного подобных находок. Уж точно это количество не идет ни в какое сравнение с другими видами холодного оружия. Даже изображения с применением цепной булавы встречаются редко, из-за чего делается вывод о декоративном или ритуальном характере грозного на вид оружия. Ляск мечей непозволительная роскошь. Во время сражения на мечах меньше всего хочется пропустить удар или укол. На втором месте, то есть сразу после этого, идет нежелание услышать лязг клинков. Лучше уклоняться или защищаться щитом, если он есть. Но только не бить лезвие лезвия. Всего несколько таких ударов могут привести оружие в негодное состояние. Оно затупится, появятся сколы, изгибы или меч вообще сломается. Это лучше, чем лишиться жизни. Но ведь без меча тоже долго не протянешь. А стоит он примерно как автомобиль бизнес-класса. Это если переводить на современные мерки. Во время боя всякое может случиться. Но умелый воин, если и станет блокировать удары мечом, то выставит обратную, тупую сторону лезвия. Как бы то ни было, но уж точно никто не стал бы лязгать лезвиями своих двух мечей ради устрашения или потехи. Это просто слишком дорого. На этом на сегодня все. А если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал. Там вы найдете много интересных видео.